Всем привет! Меня зовут Полина и сегодня я буду снимать для вас новое видео. Недавно, когда я выбирала себе одежду, чтобы пойти к ней в школу, я обнаружила, что практически 90% всей моей одежды стала мне мала. И в итоге из-за этого в школу я ходила только в белом свитере и в джинсах. Белый свитер с голубыми джинсами и белый свитер с темно-синими джинсами. В общем, разнообразия не было никакого и мне это абсолютно не нравилось. Поэтому в какой-то момент мы решили съездить в торговый центр и либо позаказывать одежды с онлайн-магазинов и накупить мне новой одежды, которая будет мне хорошо подходить по размеру. Мы закупались как и онлайн в каком-нибудь Wildberries, так и заезжали в торговый центр и покупали одежду офлайн. Для закупки одежды в торговом центре мы отправились в Даратриум. В Даратриуме в основном мы закупались в Заре. У меня здесь такой огромный пакет из нее и он очень сильно шебуршит. Мне кажется, меня вообще не слышно. Но в общем он очень огромный и с трудом помещается в кадр. Поэтому давайте скорее посмотрим, что же в этом пакете. Первое, что я из него достаю, это такая вот толстовка, недорубашка или какой-то свитшот вообще. Я не понимаю, что это, но достаточно красиво выглядит. У нее такие рукава-рубашка, а сама она выполнена из ткани, из которой обычно делают какие-то свитшоты, толстовки и так далее. В общем, прикольная штучка. Мне нравится, как она выглядит. И почему-то меня потянуло на какие-то нежные цвета. Мне в последнее время нравятся бежевый, белый, серый, светло-серый. В общем, вот такие вот цвета. И поэтому в основном вся моя одежда именно вот в такой вот цветовой гамме, в более светлой. Следующее, что я достаю из этого пакета, это вот такая вот толстовка. Она отличается от цветовой гаммы, которую я назвала ранее. Она вот такого вот голубого цвета, на ней написано «Калифорния». Ну, в общем, она самая обыкновенная толстовка, и в ней можно просто ходить в школу и сочетать ее с какими-нибудь джинсами, например. А следующее, это вот такие вот штаны. Они то ли джогеры, то ли обычные какие-то штаны. В общем, я не знаю, как их можно назвать, но это вот такие вот обычные штаны. Они такого как будто песочного, наверное, цвета. И они выглядят очень прикольно. Мне очень понравились, как они на мне смотрятся. У них спереди есть два вот таких вот больших кармана. Они более декоративные. Я не думала, что я в них что-то буду класть. Но, в общем-то, прикольные штаны. Хотя я не думаю, что я в них буду ходить в школу или, в принципе, буду ходить в них сейчас, потому что они сделаны из достаточно легкой ткани. И я думаю, что это штаны скорее на лето или на теплую часть весны. Ну и последнее, что я достаю из этого пакета, это вот такое вот серое платье. Ну, в общем-то, это вот такое вот платье. У него есть капюшон. Оно сделано вот так вот. Я не знаю, здесь вообще ничего не видно. У него длинные рукава, и оно такое летящее, знаете. Ну, в общем, прикольное платье. Также у него есть пуговицы. То есть оно сделано на вот таких вот заклепках. Ну, в общем, оно выглядит достаточно красиво, и мне оно очень-очень нравится. Ну что ж, с одеждой из магазина Zara мы закончили, и теперь переходим к одежде, которую мы купили непосредственно в онлайн-магазинах, а именно в Wildberries. Начать я решила с рубашек. У меня их две. Первая это вот такая вот красивая белая рубашка. Она немного длинная, и здесь также есть рисунок каких-то ромашек или просто каких-то цветов. В общем, она достаточно красивая. Обычная белая рубашка. Оно вот с такой вот прикольной картинкой, и её можно, кстати, комбинировать и с какими-то брюками, и с джинсами. Поэтому рубашка вот такая вот мне очень понравилась. Также мы купили для неё вот такой вот жилет. Я думаю, то, что вы видели всякие вот эти вот картинки в Пинтересте, в Инстаграме, как комбинируют рубашку и какой-то вот такой вот жилет. Мне тоже понравился этот тренд, если можно его так назвать. И поэтому мы тоже купили свитер. Почему я называю это свитер? Потому что ткань похожа на свитер, но на самом деле это, конечно же, жилетка. Ну, в общем-то, она вот такая вот цельная, просто надевается сверху на рубашку и выглядит достаточно неплохо. Ну и вторая рубашка. Мне она тоже очень понравилась. Она, знаете, такого странного цвета. Вроде это синяя, вроде это чёрный. Я не могу понять, какого цвета эти полоски. Пишите в комментариях, если вы знаете. У неё здесь немного рукава-фонарики. Или мне кажется, не знаю, но мне кажется так. И также у неё чуть-чуть вот здесь вот есть сборочка. В общем-то, она тоже такая достаточно удлинённая. И она мне немного большевата. Поэтому я думаю, что мы подошьём ей чуть-чуть рукава, чтобы они мне подходили ровно по руке. А следующее это вот такая вот обычная белая худи. И это просто мой фаворит, потому что она очень тёплая, она очень большая. Она очень мягкая и очень красивая. У неё есть вот такой вот сплошной карман. И также здесь у неё есть капюшон, как у обычных худи. И она белого цвета. Мне очень понравилось, как она на мне сидит. Поэтому я уже походила в ней несколько раз в школу. И она очень тёплая. Ну и последнее, что я бы хотела вам показать, это платье. Да, оно достаточно нестандартное. У меня никогда не было таких платьев. Но оно мне очень понравилось. Оно прям такое летящее, такое лёгкое. У него есть вот такая вот подкладка. И на неё навешана вот такая вот ткань, которая полупрозрачная. Очень летящее, очень такое нежное. И мне оно безумно нравится. Я думаю, что я в нём даже буду праздновать свой день рождения. Потому что оно очень красивое. Ну просто. Вы посмотрите на это чудо. Здесь также изображены какие-то цветочки. И также вот эта ткань, она покрыта какими-то такими кружочками, точечками. Но это платье безумно красивое, действительно. Ну что ж, на этом всё. Я показала вам все свои обновки, все свои покупки. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Если вы хотите ещё подобное. Возможно, я сниму такое же видео, когда мы будем мне докупать, возможно, какую-то одежду к лету. Обязательно пишите об этом в комментариях. И также подписывайтесь на мой канал, так как я очень стараюсь именно для вас. Ну и с вами была я, Полина. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео.